Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 477. События дня. За 2.04.2017 года. И далее говорится, как по скайпу, кто желает побеседовать, вопросы отдельно задать, лично. По скайпу можете выходить на меня с 4.00 Москвы до 16.00 Москвы тоже. С 4.00 до 4.00, 12 часов в это время. Так, Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Новый эпиграф беру. Я беру его, 2 недели держу, потом заменяю другим. И далее. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звоните ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну и дальше. В скайпе. В скайпе, на моей страничке, на других ресурсах. Одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Вот интересно. Люди, когда просят прощения, это принято так. Прости, Христаради, прости, Христаради. Ну, все это хорошо. Ну, читаем Лукас 17,3. Я вчера сказал 18, неправильно. Он говорит не просто скажи, а как. Наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. У православных этого нету. Этот стих как будто не существует. Выговори, да как, да зачем, да разве можно, да кроткий, смиренный. Христа туда не надо подправлять. Это Христос говорит. Выговори ему. А как выговори? А вот об этом говорит преподобный Марк, подвижник. Немало нас таких, что печалимся о грехах. А причины их охотно лелеем в себе. Причины надо вытащить. Корни эти. Откуда это все идет? А причины возникновения грехов никто не хочет понять. Отчего ты что-то имеешь? Прости, Христаради, о чем нужно сказать. Как раз здесь мы сейчас это и будем говорить. Об этом. Михаил Кальмаев. Пишет. Вот ведь как бывает. Рядом с Романом столько старцев рядом. А он их в упор не видит. Потому что они говорят ему не то, что он хотел бы услышать. Для Романа, как я понял, тот истинный старец, который будет петь в унисон с ним. Рядом трезвомыслящий Виктор Николаевич. Отец и Аким. Ну и конечно же Игнатий Тихонович. Каких старцев ты еще ищешь, Роман? И Никита, верный, слова тебе говорит только горячица. Но это исправимо. Это ведь не случайно ты попал в общину. Для того-то привел тебя Бога к ним, чтобы исправить, направить твои мысли в нужное русло. А ты этого не понимаешь, споришь. То есть прямо показывать. Для этого ты здесь и приехал. Для этого. Видно, Господь нашел тебе нечто доброе, раз Он тебя привел к Игнатию Тихоновичу и братьям на исправление. До того, как люди того будущего времени получат печать, начертания, им надо будет определиться. Признать антихриста зверя или умереть. Выбор невелик. Кавычки открыты. Чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Прежде признание с видимым подтверждением через поклонение к иконе Антихриста. А уж потом тебе поставят печать начертания. Но не раньше. Сейчас нагнетает страх ужас перед тем, чего еще нет. И эти старцы живут, питаясь от тех, кто имеет паспорта ИНН. Интернетом пользуются и компьютеры имеют. Поняли удобство всемирной сети? Сейчас каждый православный храм имеет свой идентификационный номер. Все пенсионеры с номерами старцам, если быть честными, со своей совестью, надо уйти от людей и ничего не принимать от них. Вот этого и хочет сатана. Чтобы был ложный страх перед зверем. Поставив акцент не на ожидании Иисуса Христа, а на ожидании печати и Антихриста. Это абсолютно правильно. Вот только об этом заботиться. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Эти признаки с номерами не сейчас впервые появились. В сталинских лагерях и гитлеровских лагерях людям ставили номера. Знаю, что это признаки, но это не печать Антихриста. Ну куда более подробно говорить, на нашем форуме, там это подробно все сказано. И что священно начали, патриарх, там все говорят, что выбор ваш, вы можете принимать, не принимать. Но это не печать Антихриста. Дмитрий Ермаков. Мир вам, Игнатий Тихонович. Такая вот ситуация. Я несколько дней назад... Вот ты думаешь, такая ситуация, я уже сразу думаю, ну что, какая-то беда случилась. Людей-то уже, другой раз уже знаешь, бывает не один год переписывается. Куда он не туда попал? Что случилось? И вдруг пишет совершенно необычное. Я несколько дней назад утром ехал по двору на машине. Перед поворотом начал притормаживать, но не рассчитал утренние заморозки. Что асфальт покрыт наледью и въехал в припаркованную машину. Посмотрел, что видимых у машины повреждений нет. Машину я постоянно вижу припаркованной во дворе и подумал, что потом, когда вернусь, напишу владельцу записку о происшествии. Вот, то есть, где ошибка-то была? Я вернусь, а потом напишу о происшествии. Ну, хорошо, ты так подумал. Но теперь-то явно дело, что не так. Считайте, у Лескова, когда он пишет, архиерея везет один там, кто он такой, ненец или какой там, калоши разное название нации-то. И он одного его оставляет, этот, который проводник-то. А сам, зима, нарты, он, я говорю, лежу укутанный, весь на собаках везет. А он пошел искать, где какого-то живого человека найти. И сбились с пути, и не знает, куда ехать-то. Проходит какое-то время, я, говорю, лежу вдалеке, показалась фигура. Идет, не пойму ничего, человек идет какой. И на голове высокая такая, у него стоит, как бы, ни шапка, ни шапка. Он подходит ближе, да это мой проводник. А это его волосы застыли, снег нападал, они торчат на голове. Он говорит, а где у тебя шапка-то? Шапка. А я там юрту нашел, и там медведь лежит убитый. Медведь. А хозяина нет. И я ему ногу отрезал, вот, несу ногу, чтобы нам поесть с тобой. А чтобы хозяин не думал, что кто своровал, я шапку положил рядом. Вот, люди, которые ни о какой культуре не слыхали, он знает. Ну, зачем же, мы же туда сейчас поедем. И мы бы сказали, что мы взяли-то, а ты без шапки мерзнешь. Нельзя, батюшка. Батюшка, это батюшка, нельзя, батюшка. Он придет, будет думать, моя воровал. Нехорошо. Он, старик, что скажет? И показывает на небо, старик, это бог отец. А старик-то что скажет? А здесь ты, значит, тронулся, а я подумал, я приеду. А в это время человек-то ничего этого не знает, что у тебя там мыслишки в голове-то были. Думал, не надо было думать, надо было дождаться и написать записку, сказать родным, позвонить. На стекло ему наклеить, свой номер, телефон, и так, я тороплюсь, не могу, мы сейчас разберемся. Вот, и напишу, а потом, когда вернусь, видишь, как рассчитался. Ну, совершенно никуда не годится. Дальше, когда вечером вернулся, проехав по двору, машину не обнаружил. С утра выйдя, уже нашел ее припаркованную. Хотел было оставить владельцу записку, но обнаружил под лобовым стеклом номер телефона. Я связался с водителем, он вышел, я предложил ему оформить ДТП по специальным бумагам, европротокол. Он сказал, что этими бумажками связываться не хочет. Попросил меня 2000 рублей. Я ответил. Так, посмотри как. Вот, он сказал и правильно. Вот этот человек-то не панику, не проще не навел. Человек-то удивительно какой. Вот, наши тут ехали, тут от нас недалеко, полкилометра примерно до проспекта. Ну, они едут с деревни, привезли машину муки. Машину. Представьте, грузовая машина, наполненная мукой. Они, кажется, на самосвале на нашем приехали. И оказалось, знак говорит, им прямо въезжать, поворачивать, переехать дорогу нельзя. Надо только направо. Ну, только выехать и посмотреть. А они-то уже проехали где-то, никак нельзя поворачивать. Им надо назад. И они двое сидят в машине, два Игоря. И ни один не вышел. А стекло-то замерзшее. Они двигают назад, а сзади-то машина за машиной. Передний, который под машиной-то у него, около их машины-то стоит, сзади-то. Он не видит. Их кричать не может. Они ему раздавили там капот или что. Ни один не вышел. Как будто в деревне. Из деревни приехали оба шофера, хорошие, все. Ну, вот, один шаг выйти на улицу, посмотреть. Поленились два Игоря. А теперь-то надо вызывать, решили не вызывать, рассчитаемся. Интересно, этого шофера, потом где-то кто-то увидел из знакомых. И мне говорит, он рассказывает уже, на меня, говорит, наехали два каких-то бородатых. Ну, прям машину раздавили. Он говорит, а что подал? Да не, не подал, говорит. Они сразу вытащили денег мне дали. И потом, говорит, муку в машине была, отдали муку. Я уже не знаю, что с ней делать. Вот как замазали. А у них денег-то лишних нету. Дальше по специальным бумагам. Он сказал, что с этими бумажками связываться не хочет. И попросил у меня две тысячи рублей. Я ответил, что для меня это серьезная сумма. Но могу дать пятьсот рублей. Видишь, как пошло. Третью ошибку делаешь. Должен бы сказать, нету, пойду домой и отдам. Посмотреть. Или сказал, две тысячи не согласен. Пускай решает там ДТП. То есть, определенность опять какая. То есть, свое. Тот человек что должен думать? Он ответил, что в таком случае он обратится к участковому. Ведь я, получается, уехал с места ДТП. А это уже административное наказание. Тут лишение прав или арест до 15 суток. Тут он высчитал, что арест тоже не сахар дома. Надо лучше быть дома. Разошлись каждый при своем. А кто к этому довел? Его стояла машина, никого не трогала. Он даже предлагает. Все еще никому не обратился. Обычно сразу же вызывают. Понимаете, сколько? Так. Я ему сказал, что у него есть мой телефон. И если он что надумает, то он может связаться со мной. Видите, а что он надумает? Он уже сказал, что надумает. То есть, опять же неправильно. И дальше. Юридический момент этого вопроса для меня ясен. Ну вот, как поступить по Святому Евангелию? Я помолился. Видите как? Тут дождь. Вот теперь он уже правильно. Почему ты раньше-то не спросил? Где ты был раньше-то? Вот, говорит, прощай, то другое, как в романе «Воскресение» Льва Толстого. Говорит, сначала ограбили нас, а теперь давайте по закону жить. А где вы раньше были, пока нас не грабили? Теперь по Евангелию. Так. Я помолился Господу за этого человека, чтобы Господь Иисус Христос все устроил, как ему угодно. Ну да. Но почему раньше ты не молился, чтобы твое сердце было с человеком расположено, и Бог устроил, как угодно? Сейчас приходят на ум слова Матфея 5.40. И кто-то хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вот теперь видишь, как подвигнуло его. Начал думать, места писания. Молодец. Ну поздновато. Русский мужик, говорит, умен задним умом. То есть думать за пятки. Дальше. Хотел бы услышать вашего отцовского наставления. Так как себе не доверяю. Ну да чего доверять-то уже? Тут ясное дело, доверять нечему. Ну а что меня тут спросишь? Я отвечаю ему. Игнатий Лапкин пишет. У меня нет машины и никогда не было. Нужно быть бережливее во всем. Но коли уж случилось и переговорили, то приходится ждать решения суда и за все благодарить Бога, если на мировую не согласовались. Все. Больше ничего нет. А там-то уже в 15 суток, значит, в 15 суток. Там будешь думать, места писания вспоминать. Надо сразу, когда идешь с соперником, дорогой, мирись, говорит, пока не отдал тебя судье. Вы уже нарушили. Мирись. И не отдашь, говорит, пока не отдашь до последней полушки. А по-русски, говорит, последней получки. Михаил Кальмаев. Скуратовский очень похож на прокурора-инквизитора, решившего сменить тактику, чтобы во что бы то ни стало добиться признания, кавычка, подсудимого в своей вине. Абсолютно правильно. С этим я согласен. Меня неоднократно допрашивали. И как обычно, два следователя. Того следователя вроде подменяют. Один бьет, а другой ласково я скажу, то другое. И он перед этим теперь все выкладывает. Все время буквально уговаривает, призывает к покаянию Игнатия Тихоновича. А когда тот попросил назвать конкретно грех, в чем надо каяться, Виктор так и не смог ничего сказать. Или же не захотел. Да не мог, потому что ничего не было. Вот в чем дело-то. Не было ничего с моей стороны-то. Они напали. Я сказал слова, которые показались им грубыми. А я сказал, то, что вы делаете, других-то названий нет. Ну прости за это. Прости. К словам привязываются. Ну допустим, они меня убили. Но я еще при последнем издыхании говорю, за что вы меня убили. А, так ты меня убийцей называешь, тогда еще кинжал у меня в грудь. Вот что есть-то. Может, постеснялся? Да, похоже, наверное. Было ли там стеснение, когда? От Скуратовского были прямые обвинения, что Лапкин еретик и неправославный, лжеучитель и враг матери церкви. Вот какие слова я говорил. Ну понимаете, он должен все это подтвердить. А он прощения даже не просит, а говорит, если. Если, я сказал не так, если. То есть, совершенно сожженная совесть. Натворить столько, по канонам, на 10-15 лет человек отключается за это. С врагами соединился. Я просто не говорю о том, что раз пришел ко мне ответ такой, я комментирую это. К этому еще привязываться будут. Из ролика я так и не понял, как сейчас думает Виктор. Если он сейчас уже не считает Лапкина еретиком, то выходит, что до этого был наговор и ложь. Именно так, был наговор бесовская, сатанинская ложь. Если он до сих пор считает Игнатия Тихоновича еретиком, то к чему весь этот разговор? А вот к чему. А вот и думай теперь. Так и выходит, пришел до того, чтобы он, Лапкин, признал себя таковым. То есть, еретиком. Ну не могу я это признать. Каково Агафона, во всем обвиняли. Блудник, убийца, совсем согласился. Когда сказали еретик, он вытер слезы, говорит, никогда не был. Там слабость моей плоти, природы. А здесь умышленное отвержение истины. Главное, что человек пришел из баптистов, как он говорит. И теперь нужно показать, что супер православный, чтобы там утвердиться. А я родился в православии. И возраст наш, как отец к сыну. И сколько было безумных слов сказано. И дальше. А если не для этого, то надо было сразу сказать. Я, Игнатий Тихонович, вас оболгал. Каюсь, простите. В этом случае разговор бы имел смысл. Да. Так, вот именно так, как говорит Михаил Михайлович Кальмаев. К труду Сергея это не имеет отношения. Он делает все возможное, чтобы не было вражды. Это Сергей Козлов парализован. Удивительный человек, миротворец. Для нас, смотрящих этот ролик, разговор имеет смысл. Еще раз убедиться в честной позиции Игнатия Тихоновича в искренности и правильном понимании им святоотеческого учения. И еще раз на деле увидеть хитрую и двусмысленную позицию Скуратовского. Хитрая позиция Виктора косвенно подтверждается тем, что он не хотел выносить эту беседу на всеобщее обозрение. Его пришлось уговаривать. То есть в самом начале, не хочу, чтобы я знал, но потом согласился. И конечно же, надо привести слова Виктора, за которые ему как раз и надо было бы просить прощения у Лапкина и принести покаяние Богу. Вот теперь смотри, кавычки открываются. Это он говорили, где говорили, а не в студии. И говорил многократно, не однажды, с таким пафосом, что он уверен в этом. Вот его слова, слушайте. Кавычки открыты. Никакого православия у Лапкина и в помине нет. Понятно, ни разу не встречался, ничего не знает. Прожил с Баптистом и только появился, и теперь вот не было. Ах, я родился в православии. Ну то есть, ну совершенно безумные слова, говорит, обвинения. Кого он докажет это? Да как он докажет-то? Спросили когда обо мне местного митрополита, и какой он дал вообще. Ну кто ты такой? Ну допустим, я сейчас сказал, какой митрополит, чего. Ну давай сейчас посмотрим. Вот, митрополит Сергий. Ты должен сейчас посмотреть, где слово Сергий. Где? Здесь, на буквы С. Вот здесь, подожди-ка. Где вот здесь? Митрополит? Что это? Народная линия, он отвечает. Будет видно сейчас, вот посмотри. Вы это, подойди, увеличь здесь. А потом можно будет увеличить. Ну-ка посмотрим. Смотрите, это на бланке. На бланке, вверху, считай, что? Русская православная церковь, Московский патриархат, Алтайская митрополия, православная религиозная организация, Барнаульская епархия. Ну дальше их данные. Вот смотрите как. И кому он отвечает? Главному редактору Русской народной линии, Степанову АД. Когда он отвечает? 12 мая 2016 года. Номер 107. Пишет главному редактору, да. Уважаемый Анатолий Дмитриевич. То есть, Степанов Анатолий Дмитриевич запросил, так главное, этот, Медведев Дмитрий Анатольевич, это Анатолий Дмитриевич, запросил обо мне, что на меня нападали, Роспотребнадзор, печати, телевидение. Ну просто везде это было известно. Оп, я тут маленько не так делал. Ну ладно, считай, что он говорит ему. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин. Заметьте, ревностный, не просто так. Православный христианин мы неоднократно встречались. Он приезжает у нас со своими священниками, богослужение идет. Он меня причащает своей рукою. Этот ничего не видел нигде. Ну кто? Ну как я могу назвать? Ну лжец. А всякая ложь и дьявол. Лжец. Злобный. Лжец. Кто пишет? Я не говорю, это допустим, не этот человек пишет, другой, кто бы не сказал. Вот говорит архиерей, который отвечает. Дальше. Проповедник и исповедник. Проповедник и исповедник. Вы много найдете сегодня исповедников? А кто это? Кого пытали? Который был арестован, но остался живой? Исповедник. А он неправославный. А вот согласно канонов, теперь, если это сказал, все это падает на тебя. Это канон такой есть. Ты обозвал неправославный, я подаю в суд, а у меня были суды по этой теме. И государственный суд вынес решение, не тоталитарная секта, мы православные. Теперь это обвинение падает на тебя в Тарзаконе 19.19. То есть теперь даже доказывать не надо, что ты, сказавший это неправославный. Вот какое дело. Теперь дальше, что он будет говорить, это все падает на него. Потому что он не может оправдаться. А почему? Да потому что этого не было. А от него на меня уже ни одного обвинения нельзя принимать, если он первое не доказал. Каноны церковные в книге правил. И дальше что говорит? Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Не установлено. А устанавливали, да. Устанавливали несколько епархий, сенсорские отделы, Киево-Пещерская лавра, Дворкин и кого только не было. Не установлено. 16 лет исследуют меня книги и не установлено. Под церковным судом не состоит? Не состоит, то есть ничего нет. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Как умно, хорошо, отвечаем дальше. Игнатий Тихонович Лапкин. Человек твердых убеждений. Пожилой, что требует уважительного отношения к нему. Он послушается его, да никогда. Это как зверь какой-то бешеный лежит. Лежит и злобно кусает. Как это? Архиерей, говорит, который встречался. Православный. Московского патриархата. Он и на него бросается, так? Теперь, что? Твердых убеждений. Не так, что сегодня да, а завтра нет. Пожилой. Митрость, колеблемый ветром. Пожилой. Пожилой. Ну, он знает, мне 78 лет будет уже через 2 месяца, 3. Что требует уважительного отношения к нему. Ну, послушается, но уважительное отношение. Кто это говорит? Митрополит Сергий. Написано. С уважением, Сергий. Митрополит Барнаульский и Алтайский. Глава Алтайской митрополии. Ну, вот и все. Каких еще свидетелей надо? Я таких сколько могу дать? Ну, это не один, не два. Ну, допустим, здесь посмотри. Виталий. Тут видно или нет, где-то есть. Попутно показать. А, Б, В, Г, Д. Виталий. Вот она. Вот. Смотрите. Сейчас я открываю, и будет видно. Смотрите. Кто? Считай по порядку заголовок. Президент синодального епископата. Отдела русско-православной зарубежной церкви. И далее пишет. Игнатию Тихоновичу Лапкину, Барнаул, 16, там, 656, на 16, улица 2-я строительная, 62, квартира 16. Потом. Кирео-Пасха, 1991 год. 91 год. Эта Пасха совпадала на 7 апреля вместе с Благовещием Кирео-Пасха. И он пишет. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Да если я не православный, если я не православный, митрополит присылает мне, митрополит, второй митрополит, но этот, как там, в зарубежной церкви предстоятель, то есть главный. Митрополит Виталий. Смотри, какая печать, круглая, Божья Матерь, и внизу написано. Митрополит Виталий, первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, архиепископ Нью-Йоркский и Восточноамериканский, и архиепископ Монреальский и Канадский. Пускай этот человек, который на него нападает, представит такие документы. Я ему скажу, ему 100 жизней не хватит, чтобы такие документы дать. А где он возьмет-то? Где он возьмет? Так это только я беру два документа, таких документов в литературе, тот доктор, это, даже сейчас вот я попутно уже скажу. Вот здесь Покров, найди где, есть, нет слова Покров. Посмотри. Ну вот, вот этот вот. Да. Журнал. Вот смотри, прочитай вверху, вот здесь вот внизу, ниже. Волобуев, от почты его. Дальше. Московский патриархат, стонический журнал, Покров, Барнаульско-духовный семинарий, номер 9, 2016 года, страница 34. Посмотрите, это Московский патриархат пишет, который знает, рядом же, ну, тут мы живем в одной. И что пишет? Кавычки открыты. В начале 90-х часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину в имя священномучика Анфима Некомедийского. До 2013 год официально в селе Потеряевка проживало 33 человека. В 1996 году в Потеряевке действует детский трудовой православный лагерь «Стан» честящего намученика Климента Анкирского. Построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построены 16 жилых домов, 12 бань. Все здания электрифицированы. Для нужд общины облагорожены 12 колодцев и 3 пруда. В составе РПЦЗ Протерей и Аким Латкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, проходившим в городе Сан-Франциско 7 по 14 мая 2006 года, став одним из решающих шагов к увращиванию разделения между двумя частями в русской церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановлении единства внутри русско-поместной православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Вот и все понятно, все правильно пишет. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 года, истекло, приходы в городе Барнауле и селе Потеряевка фактически их поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. То есть православные, никто не обвиняет. Дальше. Крестовоздвиженский приход города Барнаула и община с Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Уникальными и своеобразными. Вот дальше. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Носят платки. В община строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Старостой этих общин является родной брат Брата Иерея и Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер. Заметьте, не как-то так, а православный, известный миссионер. Объехавшись проповедями о православии более 500 городов России в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Понятно? Не только там какие-то слова говорят. Там нужна дневного слова нет. Кому он такое писал, кто писал? А кто это писал? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православно-богословского института, настоятель храма святителя Луки города Норильска, священник Павел Бачков. Понятно? Кандидат юридических наук, доктор богословия. Считает православные тысячи людей. И тот ничего не знает. Он ничего не знает. Ну в мире как таких людей называют-то? Даже сказать боязно, скажет, я обижу себя. Начинает строить себя обиженного какого-то. Ну как может, какая обида там может быть, когда дальше некуда? Дальше. Никакого православия у Лапкина и в помине нет. Да, бесовская. Первая строчка. Можешь нам доказать? Ну мы доказали, что нет, конечно. Дальше. Бесовская сатанинская прелесть. Вот так? Нелюбовь. Полное отрицание святоотеческого духа. Духа евангельского. Понятно. Евангельского. Все говорится. Сатана. Тут человека-то не видно. Я не о человеке говорю. Просто сатана эти слова влагает. Я не о человеке это говорю. Я не верю, что человек может дойти до такого безумия. Дальше. Придумал слово. Лапковщина. Это сатанинский обман. Он в этом не кается. Ничего нет. А только если я что-то не так сказал, то есть у него совести совершенно нет. Как это если? Когда ты... Тысячам людей выходят в студию и ведут передачи. Какие если? И при том прости не сказал. А извиняюсь, приношу извинения. Неверующий человек совершенно. Никакой веры там нет. Кто это говорит? Я не об... Даже не о том, кто говорил. Любой, кто будет это говорить. Чтобы не привязался на это. Дальше. Не идите за этим лжеучителем. Значит, те признают миссионер, уникальное, причащается. А это лжеучитель. А я проповедник 54 года уже. 54 года. Это очень страшный и опасный феномен. Лапковщина. Где он его знал? Да нигде. Он придумал, сидит и думает. Думает и написал. Феномен. А там говорят, что удивительные, уникальные общины сходятся. Да нет, конечно. Это что? Сатанизм. Вот дальше не зашелся. Сатанизм. Это сатанизм. А сколько людей пришли, общины, образованные люди. Он ничего не знает. Это человек полностью сожженная совесть. Одержимый. Кто говорит? Я не об этом конкретно человек. А кто такое говорит? Лапкин враг матери церкви. То есть он не знает даже, что еще сказать-то. Я бы больше сказал, но больше не знаю. Еще? Он хуже, чем Раскольник. Вот так. Лапкин по богохульству превзошел в разы всех врагов церкви. В разы всех врагов. Такие арии. То есть все, что мог сказать. Слава Исусу Христу. Дальше. Ложь Лапковщины. Натуральный сатанизм. Дальше. И это колоссальная опасность для каждого, кто приближается к вероучению Игнатия Лапкина. Понятно? Это не Дворкин никто не нашел, который исследовали книги. Затребовала Киево-Печерская лавра. Прислали. Ни одного слова за 16 лет. А это что? Никак. И что дальше? И это колоссальная опасность для каждого, кто приближается к вероучению Игнатия Лапкина. Лапкинцы зомбированные люди, у которых нет духовной свободы и творчества. И он тут разговаривал, сидит Никита Колесников, Володя, и все так по-хорошему. Все зомбированы, слова какие берет и прочее. Явное дело, что человек никакой веры не имеет. Страха Божия даже не слышал. У Игнатия Лапкина бесовская прелесть. Прелесть сказал второй раз. А у православных одно, только гордыня и прелесть. Гордыня и прелесть. Дальше. Дед, рак четвертой степени с обширными метастазами. Вот уже врач нашел рак. Ни один врач не находит, он нашел. То есть он не знает, что. Теперь снова повторяет. Он враг церкви? Враг церкви. А митрополит местный, который приезжает, с которым беседуем, который причащает меня, просит в храме сказать проповедь при нем. Тот говорит, нет канонических нарушений. Это враг церкви. Он уводит людей от церкви? Людей. А доктор богословия пишет, что тысячи людей пришли. Но не сходится. Это злостный раскольник и хулитель церкви Христовой. Так, какой церкви, какую он нашел? Что имеет под этим видом хулитель церкви, когда я в церкви нахожусь? А кому церковь не мать, тому Бог не отец. И он мать, он пришел только. Но я сказал, что этот человек неверующий, назвал, заслали его сюда засланец. Вот я тогда сказал, сейчас не поминаю уже, нельзя это говорить. Вот что такое. И теперь какой я должен давать ответ или что, нет ничего. Покажу наши ресурсы. Это самое первое, которое у нас появилось. Мой мир. Люблю эту систему. Но она много теперь стала не такой уже. Вот. Мой мир. Вот здесь я в шапке. Тут можно писать. К истине 2. Вот здесь есть. Сегодня вот я поставил 6 роликов. Каждое утро 6. И вот православные форумы. Игнатия Лапкина. У нас небольшая посещаемость. 1600 тем. 1600. Две ли темы. Вот посмотрю, сколько пришло за вчерашний день. Посещаемость какая была. Что-то плохо идет. Страница недоступна. Чего она ради недоступна, непонятно. Недоступна. Сколько вчера пришло? Так, это 542. 542 человека посетили. Много. Но это у меня обычно 350 где-то. Дальше. Большой видеоканал. Вот это. Вот даже могу. Вот сейчас пихнуло где-то, заходит. Что тут? Кто говорит? Что тут? А что он говорит тут? Кто говорит? Надо выше поднять немножко. Выше, да? Вот теперь смотри. Кто говорит? Так, Атовский. Комментарий. Это так. Как мудро сказано. По плодам их узнать их. То есть будут многие называться служителями Бога и Иисуса. Поэтому будьте проницательны, братья. А мужик умный и местами правильно. Местами правильно. О чем говорит, непонятно. О чем. А здесь вот, пожалуйста. У нас 6616 подписчиков. 5 миллионов. 5 миллионов. 5 миллионов. 848 тысяч. 8802. Просмотров. Ну и где-то 6700. Даже можно узнать сколько. Ну-ка заведи. Канал Игнатий Латков. Посмотрим, сколько у нас видеороликов. И они направлены на то, чтобы люди познали Бога. Что-то им медленно тянет. Так, ну, наверное, можно как-то протолкнуть. Вот так. 6 797 видео. 7 тысяч. 6 тысяч. 797. Да. Ну, понятно, что если наших роликов... Это огромное количество. Я не знаю, где у кого столько есть. 797. А мы не так и давно. Тут года 4, может быть. Здесь. И последний, самый большой наш ресурс. 6 797. Да. Я запишу сейчас. 6 797. Это на сегодня, на 3 марта. Вот. И что тут сегодня? Вот я ночью ставил. И уже маленько посетили. Посетили. Сколько? Вот 79. Это собрание вчера было. У нас на собрании столько не было. Сколько за это время людей пришло. И большой у нас библейский православный сайт. Во свете Библии. И вот здесь 4124 ответа на вопросы. И сейчас мы... Я начал снизу. Сверху брали, а теперь снизу. 55 папок. И сейчас рассматриваем семья. 47. 47 папка. И мы сейчас прямо начнем отсюда. Семья. Вопросы задают, которые мы будем их брать. Вопрос 3047. 16 том открытым оком. Если кто-то к Богу обратится, а вторая половина не уверует, то как им теперь жить в мире? Ответ. Ответ. Это я давал ответ. В университетах на капельные, говорится, пришлось эти записки принимать. Ответ. Развод со стороны верующей половины противопоказан. 1 Коринфянам 7, 12, 13. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. И это нужно перенести с помощью Божьей. Время идет, и как-то все изменится. Хотя внешне может быть и хуже уже бывшего. Хочу рассказать о своем уверовании в моего личного спасителя, Господа Иисуса Христа. Это кавычки открытые, начинает кто-то говорить. Я не знаю, кто. Дальше. Мне было уже 30 лет, а я все еще не верил в Бога, к сожалению. И тут Господь мне устраивает встречу с человеком, который рассказывает о Библии, о Боге, и мне слушать его было интересно. В один из вечеров он говорит, что после смерти у нас будет жизнь вечная, и конца, и край ее никогда не будет. Я сильно задумался. Как так? Стал искать эту книгу, Библию. Нашел неполную, в ней было 66 книг. Прочитал полностью в первый раз и отложил, и стал жить, как и жил дальше. Моя мама умерла в 1998 году, и меня это горе зацепило. Я с семьей пошел в храм и покрестился, без веры в Господа. Продолжал жить, как и раньше жил, грешил. Ходил на исповедь, опять грешил. Изменений не произошло во мне, но у меня постоянно возникали вопросы по вере. Почему крещение платное? Почему мало спасающихся? Почему патриарх живет не так скромно, как апостолы? И это все я спрашивал у Бога. А Господь сказал, Матфея 7, 7, 8. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. 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 Такого слова нет. Прошло уже пять лет после моего мнимого крещения. И тут отец Александр Желтухин привозит книгу к истинному православию. И брат Владимир Пищиков дает ее мне почитать. И при этом говорит и успокаивает меня, чтобы я не делал быстрых выводов, а подумал. Стал читать эту книгу, и в процессе чтения все больше убеждался в правильности написанного. Господь стал касаться моего сердца. После прочтения этой книги я встал пред Господом Иисусом Христом на колени. Ибо осознал, что я жил все это время по своим похотям. А Господь все это время меня ждал. Ты не таких людей не встречал? Думаешь, с таким человеком ты встречался, кто это пишет, или нет? Ну я подозреваю, кто это, но лично не встречался. Ну ладно, давай. Какой же он долготерпеливый и многомилостивый. У меня внутри произошел переворот. Меня развернуло на 180 градусов в обратную сторону. Со мной случилось покаяние сердечное. Я почувствовал в себе сильное изменение поступков, слов, поведения. И почему-то мне захотелось обойти всех тех людей, кого я когда-то обижал. И лично у всех попросить прощения, что я и сделал. Стал доверять Библии и полностью доверяюсь ей по тому, что в ней написано. У меня возник вопрос. Как совершить полное погружение? Довершить обряд. Довершить? Ну почему не довершить? Довершить обряд. Об этом у меня говорило все внутри. Вскоре уезжает отец Александр на Алтай, в деревню Потеряевка. И там крестится в полное погружение. Священник. Приезжает к нам и обо всем рассказывает. Это было осенью 2003 года. Лично мое обращение веры произошло в августе 2003 года. А в 2004 году, 5 января, мы довершили обряд полного погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа. В этой день я родился заново от Духа Святого. Филиппийцам 1, 21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Я благодарю Господа Иисуса Христа, что Он нашел меня многогрешного. Омыл. Дал мне Духа Святого и сказал. Иди и впредь не греши. Помоги мне, Господи, устоять в вере, умножив в нас любовь, терпение, смирение, кротость, чтобы исполнять во всем Твою святую волю, чтобы быть ревностным свидетелем Слова Твоего. Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Чтобы и другие познали эту радость освобождения, радость свободы. Помоги нам, Господи, грешным. Взаимоотношения с женой у меня бывают разные. То наступает мир в семье, то сатана подступает. Такая злоба выплескивается. И все чаще говорит о разводе. Похоже, к этому и идет. Я молю Господа, чтобы мне поступить по Его воле. Ничего во мне не видит хорошего. Сильно жалеет, что встретила меня. Но иногда спокойно слушает Слово Божие. 623, 795. Ну все дальше, адрес где? И кто это? Смирнягину Андрею. Смирнягину кому писать? Смирнягин. Ага. И вот я беру эпиграф. Теперь дальше я пишу эпиграф. 1 Коринфянам 7, 15. Муж с женой, когда вопрос состоит в чем? Когда одна половина неверующая. Я на практике показываю, как это бывает. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Сирахова 26, 24. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Ну вот скажи, допустим, мы не знаем, что случится такое. Допустим, ты женишься. И что ты будешь делать? Она, в первую очередь, к рукам приберет. Сидеть ты не будешь, а работать. Как? Что? Как один тут у нас был. Да что-то и ребятишки могут быть, конечно. Они кричать будут. Ну, Володя. Ну, конечно. Так и не женился. Так. Дальше считаем. Сирахов 41, 23. Друг и приятель сходятся по временам. Но жена с мужем всегда. Ты от нее никуда не денешься. У нас интересно. С Алексеем Загуляевым приехал один мужчина, тоже Сергей звать. И видно, такой мастер по каким-то радиоприемнике. Тогда интернета даже не слыхали, мы не знали. И он, у него на развод с женой полностью уже пришло. Сам такой крепкенький, видно, мужик-то. И вдруг говорят, она приехала сюда, на нашем разъезде съехалась. И он пошел, где у Игоря тогда еще склада, кажется, не было. Или был. И там за складом в крапиве спрятался. Из лагеря ушел туда. Представьте себе, где это, в другом конце, куда лагерь. Она пришла в лагерь, где мой муж. А ей подруга сказала, что он уже больше к тебе не вернется. Она мигом приехала. А до этого его и выгонять, и всякие слова говорила нехорошие. И что? Никто ей не показал. И вот самое главное дальше. Она идет прямой наводкой, как гренадер, прямо к церкви, проходит мимо, идет мимо гаража, идет в крапиву и вытаскивает его оттуда. Вообще, я никогда такого не видал. Там никогда не найти. Там надо было армию сыщиков найти. Такая крапива, там пролезть невозможно. Кусты, деревья, там вообще нет прохода. Сразу нашла. Притом она не искала, не кричала. Говорит, подошла, взяла его и пошла. И упала на колени, как стала она молиться. Сереженька, да что ты думаешь, да как мы жили? И все, мужик расквасился и пошел обратно. У одной верующей сестры, муж неверующий, при детях привел чужую женщину и с ней тут же и живет. И вот как эта сестра этот крест несет. Она пишет. Вот она вопрос-то мне задали, какое? У меня, смотри, сколько опыт. Сколько я привожу примеров-то? Каких? Кавычки открыты. Ум мне говорит, что муж мне, может, и не нужен, но душа и сердце кричали. Люблю, вернись, сделай все, чтобы ты спасся. Кавычки закрыты. Облегчение не наступало. Я стала просить Господа указать мне, что я могу еще сделать. И постепенно я пришла к мысли, что мне нужно принести покаяние и как можно быстрее, а не ждать приезда батюшки. И меня еще осенило. Даруй мне, Господи, видеть мои грехи, а не осуждать брата моего. Мы же так молимся каждый день и час. А я-то была погружена в грех мужа. И вот я села и с Божьей помощью написала столько грехов для исповеди. Так это я погибаю, а не мой муж. А это абсолютно правильное. Отношения у меня плохие не с мужем, а с Господом. Терзают мои внутренности. Не грехи мужа, а мои собственные. Это Бог так сделал, чтобы указать мне на погибельный путь, которым я шла. Пользуясь случаем, я каюсь пред вами за осуждение вас. Не гоже подсматривать за другими. Лучше обратить внимание на свои собственные грехи. Каюсь и еще раз каюсь и прошу прощения. Видите, как пошла на единственно правильный путь, Господь указал. Слава Господа очень подходит моей ситуации. Яков 1, 2, 4. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. После исповеди я впервые за 12 дней поела с аппетитом. Слава Богу! Прошу ваших молитв за мужа и за меня. Я была отвратительная, сильно полюбила мужа и надеялась все поправить. Но если все от Бога, то он силен все поправить. Как вы думаете? Дайте совет. Вот видите как. Это записка, которая поступила. Я сейчас не знаю где, в университете, а может по радио я вел передачи. Такое. Видишь как она принесла. Я однажды слышал такой рассказ. Она приходила и говорила, что вот муж у меня такой. И вот такой он. И пьяный приходит. Да и дерется. Я говорит, как только захожу, меня все в церкви садут. Ну как дела? Бедная ты, Аннушка. Да как ты живешь? И как ты терпишь? Ты мученица при жизни. Ну вот, говорит, Господь коснулся моего сердца. И я увидел, что я виновата. Я пилю его ко всему придираюсь. Она учительница работает, начальник класса. А она привыкла с учениками. И по-другому никак. Я учил, говорит, на каждом шаге. На каждом шагу. Я говорю, что? Ну ушел, говорит. Теперь осталась одна. У нас интервью записанное. Я говорю, ты могла по-другому? Да нет, я же считала умнее его. Что я бы покорялась-то ему. А потом, когда, говорит, я увидел из себя, что я виновата. И сестры захожут, ну как бедная. Да не бедная я, муж бедный. Он сколько это меня перенес? Вот так. Первое. Корейфинам 10.13. Матфея 25.15. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. Вот так. Одному дал мусульманину, там пять жил, а теперь одну, и одну не потянешь. Так, стих. Сто раз измену можно пережить. От мужа, от жены и от детишек. Жизнь выкинет такие виражи. Захочется сокрыться там, где тише. Обугленная внутренность кипит. И ищет выхода в скандалах и в убийстве. Не нужно злобиться и злобу тукопить. Хотя был недругом бесчислено освистан. Пройдет и это, философский сленг. Затянется еще при жизни нашей. Запорошит. Беду освишит след. Терпение будешь царственно украшен. Нам силы бы и войско сохранить. Сожженное отстроится не хуже. На спинах пахари нарезали ремни. А борозды все год от году глубже. В натопленном смакуем теплоту. С усмешкой вспоминая непогоду. Следы предателей в архивах не найду. Кто судит искренних, для дружбы тот негоден. Пройдет и это. Только не грехи. Они бесследно никуда не сгинут. Ни черточки, ни йоты не проглотил архив. Так в вечной мерзлоте хранятся бивни. И потому разверзлись небеса. Гимн Рождества. Прославленные ясли. Мир взвешен на божественных весах. Он легче пустоты. Светильники погасли. Усопшее отмершее воскреснет. Прощенье покрывало чище снега. К изголодавшимся не сшел любви опреснок. Провозглашенный альфой и омегой. Усопшее отмершее воскреснет. Прощенье покрывало чище снега. К изголодавшимся не сшел любви опреснок. Провозглашенный альфой и омегой. С Иисусом все измены только тень. Того, что без него бы приключилось. Ростками брызнет увлажненный пень. А влагоглаз, как знаем, тоже милость. Мне дал Господь возможность написать вот такое стихотворение. Теперь дальше берем второе. Второй вопрос по семейному делу. Вопрос 2325, 10-й том открытым оком. Почему ветхозаветных патриархов было несколько жен, а христианам дается только одна жена? Вот это вы уже иновского спросите. Спросите. Дальше. Ответ. Если очень верить, все по-настоящему, по-серьезному, то она и одна не нужна. Перетерпится. Понял-ка, какой ответ. Не подойдет людям это. Как так? Да как одна? Это с одной поправься. Первое Коринфянам 7, 27-29. Я сказал, эти слова надо подтвердить священным писанием. Пожалуйста. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Вот так. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Да. Все. Дальше. От жен много скорби. Через них очень многие погибли. Сирахова 25, 27. От жены начало греха. И через нее все мы умираем. Вот. Причина-то какая? Она источник смерти. Экклесиаст 7, 26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть. И сердце ее селки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот тебе и покаяние будет. Ты уловлен хочешь быть? Значит, чтобы не уловлен был, живи свято. Ты где-то можешь огрызаться, хамить, а она тебе живо зубы-то соберет на полочку. Причи 25, 24. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ты будешь искать на чердаке там, а будешь скрываться. Так что сиди на кровле и не сходи, чтобы взять с собой жену туда. Матфея 24, 17. Совет я даю. И кто на кровле, да не сходит, взять что-нибудь из дома своего. Она сейчас тебя захватит здесь, когда ты сойдешь взять что-то. Никите смешно. А если скажи, ты сейчас оббалансируешь, может, где-то. Как они у тебя охмурят тут по интернету-то. Раз, два, переписывайся. Женщины не переписывайте ни с одной. Не переписывайся. Такой артриум тебе устроит, что от тебя только буква останется. Будешь стоять на распутье, на расшарапку. Куда идти? Налево пойду смерть, направо погибель. Прямо пойду, уже погиб. Дальше. Это все так, если одна жена у тебя. А если две или несколько, и кормить надо и их, и детей. Можешь ли обдумать, и кому позавидуешь тогда? Да и хорошо, что одна, а то и она лишняя кажется. У Адама одно ребро пошло на староматериал для жены. А не все ребра. Это от Бога и Еговы. Одно ребро. Одно ребро. Смотри, как Никита себя по ребрам постукал. Говорит, одно ребро. Понял маленько. Это и Гликерия поймет. Дальше. Стихотворение. Стихотворение. Дружба, друг, дружина боевая. Дрожит потерянное войско супостатов. Их по частям вначале разбивают. На переправах ловят их остаток. Я знаю, про что говорю. Вы спросите, кто победитель ныне? Отвечу. Как всегда, Бога и Егова. Он силы дал евангельской дружине. Вонзил свой меч. Божественное слово. Тебе нравится, как ответ? Да. Шикарно. С плеча. Мы дружбу обретаем не на день. Приглядываемся в испытаниях к другу. Везет тому, где не гнездится лень. Кто сгоряча с плеча, по ней не рубит. По дружбе. Синей, Никита. К себе подобной прилетает птица. Не тем ли более разумный человек? Не закурить попросит, а напиться. И смотришь, дружба не на день, навек. Сроднили нас библейские страницы. И более всего крови Иисуса. Хороший друг не раз во сне приснится. Благодаря друзьям и дети все спасутся. Наказая наследствие и наследие, им, улыбающимся, мне не из-под лобья. Пожатье руки и поцелуй последний, как вспышка молний над океаном злобы. Хорошие слова. Хорошие слова. Иная дружба перевесит все, чем наградил тебя Создатель мира. Дела идут успешно, и душа растет. Твой виноградник плодоносит шире. Конвертов не хватает поздравлять. Не с днем рождения, а с Христовой Пасхой. Никто из них не будет оголять. Мою оплошность поносить напрасно. Хорошо. Молитвенников о себе иметь поток из счастья, братьев и сестер. Для дружбы и подозрительность ржавеющая меди. Не допусти ее, а брось в любви костер. Все. 22.08.04 год. Вот я сколько написал стихотворение. 3467 за 9 лет. А сейчас ни одного. Внезапно бросил и не стал, и больше нет. Внезапно. Ни книги, нигде в печати не выступая, нигде. Чем? Занимаюсь только интернетом. Только интернетом. Далее. Вопрос. 1814. 7-й том. Открытым оком. На каких-то конкретных житиях могли бы показать, что эти святые сами придумывали, в кавычках, подвиги себе? Да. Ответ. Таких житий очень много, и я частично их использую, чтобы показать, что знание Писания обошло их стороной. От похоти плоти и от разжигания дано только одно, по-настоящему действенное, апостолам рекомендуемое лекарство, не стареющее и вполне безгрешное. 1-я Коринфянам 7-9. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Но стремящиеся к иному пути, который выдумали черноризцы, прославляют свои пути, пренебрегая Божий путь, считая, что лучше разжигаться под шкурой или в норе подземной. И нигде нет намека на то, что если дать какие-то иные иноческие обеты, кроме крещения, то ты можешь теперь разжигаться, а жениться тебе уже нельзя. Все это от иного духа, но не святого, изрекшего это правило в Коринфской церкви. Исайя 55, 8-9. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Это темы-то относятся к семейной жизни. Дальше. Житие. Вородат. 22 февраля. Кавычки открыты. Вы нигде не встретите Вородат, а ни имени нету, ничего нету. Ни в храмы в честь его, а он святой. Преподобный Вородат был родом из Антиохии, избрав себе подвиги созерцательной отшельнической жизни. Созерцательной, и рабочей. Понятите, смешно даже. А ты 25 лет, наверное, такой жизнью жил, да? Ага, ну, два года где-то. Он заключился сперва в одной хижине. Сам. Никто не садил, не заключал. Сам заключился. А потом через несколько времени удалился на одну высокую гору. Высокую гору. И безвыходно стал жить в келье, которую сам соорудил себе. Как это он насмелился? Такие труды положил, говорит. Сам себе, говорит, холодильник открыл. Эту келью преподобный нарочито устроил так, что по размерам она, своим, она была меньше его роста. А потому он всегда стоял в ней, сгорбившись, а лежал согнувшись. Ну, чуть побольше конуры нашей. Вот так. А ты тут растянешься, я гляжу вечером, ночью встану, на тебя гляну, полный рост. Метр 85. 83, давай же. Келья была без окон, с одной только дверью. Да и ту святой держал всегда закрыто, чтобы оградить себя от сторонних посетителей. А для проникновения внутрь кельи, дневного света, вместо окон он устроил в стене скважины, которые были так широки, что он никогда не имел в своем жилище защиты, ни от дождя, ни от солнечного зноя. Это надо все так было думать. Представьте, что они делали-то. Вот и жилище такое, нигде. Это не в строительном деле, никто не учит так делать, но он сам сделал, он святой. В таком тесном и неудобном помещении святой Вородат прожил много лет. Впоследствии уступив убеждениям антиохийского епископа Феодорита, он вышел из своего жилища, но зато с этого времени стал носить одежду из ишитых кож, которая с ног до головы покрывала все его тело. И только около рта и носом было свободно дыхание. В ней были оставлены небольшие прорезы. Никите, смешно. Ты над житьем святых смеешься, что ты делаешь? Давай. Не имея возможности в такой одежде ходить, преподобный постоянно стоял на ногах с воздетыми к небу руками и прославлял Бога. Вот так. Таким образом, святой Вородат всегда пребывал в затворе. Он нес такой подвиг не для усложнения плоти. А для того, чтобы принуждать себя переносить телесные боли и тем смирять свою плоть. Вот, смирять. То есть, хотелось жениться, но он решил, что в шкуру завернусь дальше. Так как он одержим был сильными страстями. Понятно. Вы думаете, что страсти у него были выпивками? Что нет? Нет. Он стоял в шкуре и видел, что в одну шкуру зашита женщина с ним. Да. И его постоянно разжигали пламенные, неукротимые похоти. Неукротимые. Когда преподобный ради получения обещанной подвижникам награды в вечности довел до изнеможения с плоть свою, кто отошел ко Господу и принял от него вечный покой. Откуда узнали? Как увидели? Но главное, кто-то ему может подражать? Нет. Хоть один шаг. Одна минута по Евангелию была? Нет, конечно. Да при таком-то здоровье он мог бы сколько дел-то сделать? Так куда пойти? Кому помочь? Нет. Так, об отшельнике Некоем. 4 февраля. И жития главного на его прославили, а имя не осталось нигде. Некоем. Некоем. Кавычки открыты. Через некоторое время отшельник встретил женщину. И после продолжительной беседы с нею, от душевного вне внимания своего был увлечен похотью. Как перед этим? Какие слова? Душевное, невнимание? Прямо прелюдия-то какая? Считай, сразу можно ставить секс-фильм. Придя за тем поднушением дьявола в одно единенное место к реке, он и разумел, наконец, что упал в согрешение на радость своему врагу-дьяволу. То есть, ушел там, в крапиву, спрятался за складом. В отчаянии, что он опечалил Духа Святого, ангелов и святых отцов, из которых многие, живя в городах, побеждали дьявола. Отшельник намеревался броситься в речную быстрину. Вот. Да куда его подвел дьявол? Дьявол, то есть, в реку. Забыв, что Господь всегда готов прийти на помощь всем уповающим на него и желающим исцелиться от своих согрешений. То есть, Евангелия вообще нигде нету? Венедикт, 14 марта, кавычки открыты. Я сколько житий святых привожу? Что, Осипов это приведет, думаешь? Или кто? Ткачев будет приводить? Смирнов? Да никогда. Он его и не знает, и не приведет. И на этот вопрос он ответит двумя словами. Женитесь, больше детей плодите. Так, на святого напала такая брань плодской страсти, какой с ним никогда не было. Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным, еще в нурнош юношеском возрасте. Ох, как долго держал образ, фотографировал ее. Венедикт пристал перед его очами и в умерщленном теле его возжег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавым помыслом возвратиться в мир, но Божья благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терновника. Прямо в крапиву. Сняв с себя одежду, Венедикт нагим бросился в тернии и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. У сучки втыкаются в него. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. Представляешь, в крови весь. Вот, все-таки это было легче, чем жениться. Ого, ну да. Яков поздник, 4 марта. О, запомни, это житие. Да, кавычки открыты. Да, кавычки открыты. Но зная бесовское проищение, воздвигающие брань против плоти, и боясь, как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку на огне, с твердостью претерпевая боль до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Представь, какие были люди. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Женщина, придя к церкви, исповедала все свои грехи перед епископом. Святитель, довольна поучив ее и видя, что она истинно покаялась, просветил ее святым крещением и отослал ее в женский монастырь. Обязательно. Обязательно. Если монастырем не заканчивается, какая-нибудь эпопея, то это уже не по Богу. Монастырь. Так блудница сделалась невестой Христовой. Никого не спросили, без меня меня женили, говорит. И Христу, и невесту уже. Подвижническая жизнь святого Иакова так прославила его, что ради пользы душевной к нему приходили из 20 или 30 монастырей инокие клирики. Он с одной рукой, но принимал уже. Не только духовные, но и множество мирских людей стали приходить к нему, получали наставления в добродетельной жизни, и, сподобившись благословению и молитве его, возвращались со многой пользой для души своей. А ни у кого Евангелия нет. И он слушает дальше, что будет. Когда осталась отраковица у святого Иакова, ее привезли к нему бесноватая, она исцелилась. Дьявол, видя, что святой находится в пустынном уединенном месте вдвоем с отраковицей, и находя, что настало самое удобное время для его козней, воздвиг на подвижнику бурю нечистых помыслов и скверного плотского вожделения, и так разжег его похоть, что святой муж, тот самый, который раньше не мог быть уловлен прельщением, посланной к нему самарянами блудницей, тот, который ради сохранения целомудрия и чистоты сжег на огне свою руку, тот, кто сотворил многие чудеса и изгонял бесов, тот сильно был разожжен блудной эпохотью, что, забыв страх Божий и свои многолетние постнические подвиги, и посланную ему от Бога благодать и силу исцелений, будучи уже в маститой старости, был побежден дьяволом и пал. Он изнасиловал девицу, расстрелил ее из свое девства, сквернив тело и душу, погубил все свои прежние постнические труды, и недовольно было для него сделать один грех, и он прибавил к нему еще более тяжкий. Подобно тому, как поскользнувшийся с горы летит вниз, падая с камня на камень и разбиваясь, так случилось и с святым Иаковом. Со святым Иаковом. Со святым чего они взяли, что он святой? Ну, не будем уже опровергать это. Совершив один великий грех, он впал и в другой, больший и лютейший, усугубляя беззаконие беззаконием. Враг возбудил в нем страх, и он стал размышлять. Девица теперь скажет своим родителям, что я изнасиловал ее, и будет мне стыд и поношение, и я буду в большой беде из-за нее. Подавшись наущению Бесовскому, он убил неповинную девицу, думая скрыть от людей свой грех и избегнуть позора. Ну и на семь не остановился, а еще более предался греху. Ибо тело девицы, которое он осквернил и без милосердия убил своей рукой, не предал обычному погребению в земле, а бросил в реку. Таков плод горделивого самомнения, ибо если бы сей инок не считал себя святым и великим в добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи, и не поругался бы враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрение. После сего дьявол стал не звонить Иакова, как связанного пленника в последний ров погибели, самый тяжкий из всех грехов, в Каинова и Иудина отчаяние. Старец, сидя в келье, не знал, что остается ему сделать. Сильно обличаемый совестью, воздыхая и предаваясь отчаянию, не смел он уже не открыть уз для молитвы, не обратить свой ум к Богу. Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну и оставив иночество, поселиться в миру и на старости служить миру и дьяволу. Выйдя из пещеры... Нежели какие творил до согрешения. Яков Постник. Какого числа? Можно даже снова повторить. Некоторые скажут, такого жития не было. Яков Постник. 4 марта. По старому стилю это, по старому. И дальше... Иоанн Прозорливый. Но это к семье относится. К теме. Дальше. 27 марта. Кавычки открыты. Некоторый инок подвязался во внешней пустыне пещеры, питаясь трудами рук своих, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях. Сознавая себя человеком, проводящим жизнь чистую и добродетельную, инок тот возгордился, стал считать себя человеком праведным и святым, и думал сам о себе, что он никогда уже более не впадет в грех. По Божьему попущению, к иноку тому пришел однажды поздно вечером демон, принявший на себя вид красивой женщины, как бы заблудившейся в пустыне. Мнимая женщина там, найдя двери пещеры открытыми, вошла в нее, и, пав к ногам инока, умоляла его пустить ее в пещеру, указывая на то, что уже настала ночь. Инок, сжалившись над женщиной тою, пустил ее в свою пещеру, не боясь соблазна, так как сильно надеялся на свои силы. Инок спросил пришедшую, откуда она идет, и каким образом заблудилась в пустыне. Демон же, приняв образ жены, много беседовал с иноком, вызывая его на грех. Инок, слушавшись со вниманием, уже начал склоняться ко греху. После многих любодейственных разговоров и взаимного смеха, инок все более и более смущался мыслями. Пламя любодеяния разжигалось в нем все более и более, и он уже хотел совершить беззаконие. Как вдруг, жена-то громко закричав, исчезла, как тень из рук его, и стала невидима. Тот час после этого в воздухе был слышен голос многих бесов, смеявшихся над иноком и укорявших его такими словами. Возносящий себя будет низвержен. Ты до небес вознес себя, и потому теперь низвержен до ада. То есть они знают 14 главы Исаии все. Видя себя смеянным, инок тот впал в отчаяние и оставив свою келью и пустыню, возвратился в мир. До такого падения не звело его высокое мнение о себе. Главное, возвратился в мир, уже прощения нет. А вот, да. Афанасий Афонский, 5 июля, кавычки открыты. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прельстился по искушению врага плотским грехом и совершил блуд. Сознавши затем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах, и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться в человеколюбии Божием, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнавши о падении брата и соболезновательном молодосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брата он укорял за то, что он осмелился совершить скверный поступок, нарушив обет чистоты. А отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотревши на ропщищего, сказал, выщик открытый, Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья грехи рассматривай, ибо написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10.12 С того времени, по Божьему попущению, невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжег огнем сладострастия плоть его. И Павел не имел покоя в течение трех дней и трех ночей, весь возгоревшись похотью плотского греха. Так что даже стал отчаяниться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу. Зная духом об этом, преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плотской его страсти. Тогда Павел, упавший в ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его послушание его. Другой брат по имени Марк, уроженец Лампсаки, жестоко оборевался такой же греховной плотской похотью. Это монастырь это все у них. Придя к отцу, он исповел перед ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. Дальше. Стих. Развод, раздел имения и жизни, расходятся, как в море корабли, похожи на червяковый слизней, а мыслят, что цари и короли. Какой же был характер у Рахили, у бабки Сары и прабабки Евы? Своим мужьям послушные ли были? Измена не клонила ли их налево? А если бы прознали про развод, эмансипации, поутру утираясь, вошли бы в такой вираж и в поворот, не назовешь который малость-шалость? Законы Моисея, шариата, феминизации наручники сковали, и это минимальная расплата за обуздание женщины нахальной. Семья в миниатюре государства, где муж глава, начальник, президент, «За кафедру престол не надо драться, Адам не подарил ее, мой дед». Неравенство Писание утвердило, «Жене послушной и безмолвной быть, Характер и непокорства сбрось в могилу, Мужьям же заповедано любить». Процесс бракоразводный, ставший модным, Усугубляет бурью и крушение, Исправить дело можем мы сегодня, На беглецов надеть тугое шейник. Страх Божий – это крепкая узда, Бог сочетал, сковал желавших брака, Измена истирает, как наждак, Через суды, убийства или драки. В разводе оставаться одному, Возможность перемириться, как награда. Кто не женат, тот не попал в тюрьму. В жар ревности сравнимы только с адом». В 17.06.03. Все? Все? Все, да. Все? Все, все. Во славу Божию. Благодарю. В 17.06.0.0.10.000.